Опухоли основываются не только на низкой частоте, поскольку низкая частота сама по себе – это, прежде всего, то, что связано с исследованиями РКИ, все это, как организовать помощь в системе здравоохранения и каким образом в клинической практике вести подобных больных с редкими опухолями, все это является типичными сложностями, которые связаны именно с заболеваниями, которые возникают редко, такие, как редкие опухоли. И, прежде всего, здесь отражается не только редкая частота, которая определяет редкие опухоли, но также и инцидентность, и распространенность. Мы должны это также принимать во внимание, потому что инцидентность или встречаемость, она гораздо меньше отражается в прогнозе. Например, если мы возьмем рак легкого, опухоли легкого – это одна из самых распространенных с точки зрения встречаемости, с точки зрения новых случаев, которые диагностируются каждый год. Но при этом у нас очень низкий прогноз, то есть распространенность у нас низкая. То, что касается других опухолей, с плохим прогнозом, например, это будет подразумевать высокую распространенность. Именно по этой причине, если мы с вами посмотрим на редкие опухоли, если мы посмотрим на них, они еще не являются хроническими заболеваниями, потому что мы должны их еще перевести в поле хронических заболеваний. И инцидентность, встречаемость здесь, является таким параметром, на который мы не можем опираться. И дефиниция или определение является недостаточным, потому что, когда нам нужно предоставить список вот таких редких опухолей, мы должны опираться на стандартную статистику, которая обычно опирается на эпидемиологию. Мы должны в данной связи использовать классификацию, которая, как правило, опирается на топографию. Скорее всего, все знают об инцидентности и о том, как меняется встречаемость и распространенность, например, рака щитовидной железы или рака легкого. И надо сказать, с эпидемиологической перспективы мы, как правило, опираемся на определение опухолей по гистологии, по гистопатологии. И в большинстве редких опухолей более специфические определения нужны более специфически, нежели чем гистопатологически. Это, например, один из примеров – это опухоли детского возраста. Здесь у нас отличается очень сильно классификация из-за необходимости прежде всего идентифицировать и определить специфичность клеток. И также, так скажем, мы должны здесь опираться на гистологию также. И, по большому счету, мы начали с голубой книги ВОЗ, которая была переведена с эпидемиологической точки зрения в международную классификацию болезней в онкологии, НКБО, которая является настольной книгой, когда мы говорим о статистике. То есть, в основном мы начали, оттолкнулись от того, что вы, клинические эксперты, знаете очень хорошо. То есть, есть патологические, так скажем, определения ВОЗ, которые в основном представляют то, что мы называем ТР3Р. То есть, здесь клинически релевантные, так скажем, опухоли. И в эти клинически релевантные опухоли мы в основном можем описать редкие опухоли при помощи. Здесь мы можем идентифицировать почти 2000 разных редких опухолей. И детали вы можете найти на веб-сайте, который я привожу на этом слайде. И надо сказать, что редкие опухоли, мы смогли разделить их на 12 основных семей редких опухолей. Первое – это педиатрические опухоли или опухоли детского возраста. Все они являются редкими. Все гематологические редкие, но образования, они являются, как правило, редкими. Особенно, если мы принимаем во внимание последнюю классификацию ВОЗ. И затем то, что мы обычно описываем как действие основных солидных опухолей взрослого возраста – это саркомы, саркомы тканей, мягких тканей и остеосаркомы. Также это мезотелиомы, опухоли головы и шеи, это опухоли грудной клетки, редкие опухоли грудной клетки, даже рак носоглотки. И надо сказать, что очень многие общества онкологов считают, что они не являются редкими. Но, тем не менее, по определению ВОЗ, они достаточно редкие в европейской популяции. Соответственно, мы не должны определять редкие опухоли, используя только специфические данные по конкретной стране или региону. Потому что мы должны опираться прежде всего на классификацию ВОЗ и смотреть на всю европейскую популяцию. Потому что, по большому счету, есть такие опухоли, где нам уже нужно международное сотрудничество на уровне европейского региона или даже шире. Это также опухоли центральной нервной системы, это опухоли вульвы, вагинальной опухоли, это опухоли яичек и полового члена. Это также эндокринные опухоли и опухоли щитовидной железы. И вполне возможно, здесь есть исключения, потому что у нас есть разные типы агрессивности и интенсивности, так скажем, диагностических процедур. И также у нас есть совершенно разнообразные ситуации. На европейском уровне, тем не менее, являются достаточно редкими эндокринные опухоли. И затем это опухоли пищеварительного тракта и некожная меланома. И также это редкая опухоль. То есть, вы видите, что здесь очень гетерогенный, так скажем, список разнообразных опухолей по локализации, по идеологии. И надо сказать, что сегодня мы можем предоставить уже данные по этим абсолютно разным опухолям. И каким образом мы это можем сделать? Мы можем использовать регистры, популяционные регистры, региональные регистры. Мы прекрасно знаем, что существуют определенные институты, которые собирают все эти новые случаи редких опухолей в единый пул данных на уровне популяции, которые проживают в определенном географическом регионе. Вот один из примеров. Это, например, сеть, которая называется RecareNet. Это одно из таких исследований, где мы используем вот этот проект Prepercare. И вот в таких странах, как страны североевропейского региона, например, Норвегия, Швеция, популяционные регистры, у них национальный охват. То есть, это означает, что они охватывают абсолютно всех людей, проживающих внутри данной страны. Есть и другие регионы, такие как Италия, например, где их онкорегистры охватывают не всю страну, но только отдельные регионы. Это тоже популяционные регистры, но они охватывают отдельные регионы и включают туда все новые случаи конкретных редких опухолей внутри конкретного специфического выбранного региона. И надо сказать, что, тем не менее, охватываются все люди, которые живут в этом географическом районе, что также очень важно. Очень важно, что на европейском уровне у нас есть международные ассоциации, которые пытаются каким-то образом комбинировать и предоставлять комбинацию с целью стандартизации данных, которые приходят из разных регистров. И есть также международная инициатива, которую возглавляет международное агентство исследований в области онкологических заболеваний и также «Конкорд», которые пытаются также свести воедино разнообразные данные из разных регистров, популяционных и региональных, для того, чтобы каким-то образом мониторировать онкологическую эпидемиологию на международном уровне. Это действительно очень редкая инициатива, потому что она идет в рамках вот этого проекта «Еврокер-5». И мы пытаемся запустить эпидемиологический проект, который бы привел нас к определению редких опухолей, потому что к единому, да, унификации определения, потому что, во-первых, мы сталкиваемся с такой проблемой, как редкость этих заболеваний, но, тем не менее, нам нужен определенный пул данных, который бы нам позволит выработать достаточно жесткие показатели к диагностике и лечению этих опухолей. Именно поэтому нам нужны вот эти популяционные регистры, все эти данные, потому что у нас есть вот такая неоднозначность в данных, неоднозначность в определении, которое мы хотели бы избежать в будущем. У нас есть российский регистр, поскольку на уровне Восточной Европы это такой проект сотрудничества, и мы включаем также его в Еврокер-5, и мы пытаемся сейчас анализировать ситуацию для того, чтобы запустить Еврокер-6. Туда Россия пока не входит, но я прекрасно знаю, что, тем не менее, у нас Россия участвует в проекте пять континентов, и именно поэтому я надеюсь, что мы усилим наше сотрудничество в дальнейшем. Мы также ведем проект, который в основном направлен на изучение редких опухолей в европейском регионе, и вот это также уже было продемонстрировано. Это последние данные, которые показывают влияние редких опухолей на уровне европейского региона, и что здесь очень важно, что важно здесь отметить, что если на уровне европейского региона онкорегистр представляет приблизительно 20% новых случаев, то это по большому счету, вот бремя вот этих редких опухолей, оно очень похоже в разных цифрах европейского региона. Посмотрите, вот это разные страны Европы, и независимо от населения бремя редких опухолей варьируется в пределах 20%, и эта ситуация не только в европейском. В европейских странах эта ситуация похожа, если вы посмотрите на другую часть мира, на Соединенные Штаты Америки, у нас будет приблизительно такое же определение редких опухолей, которые показывают, что в Соединенных Штатах редкие опухоли – это 20% всех вновь выявленных опухолей. И вот это еще один проект сотрудничества – это регистр Сау-Паула в Бразилии. Здесь у нас опять 20% всех вновь выявленных случаев – это редкие опухоли. И благодаря ЭСМО-Азия, этой инициативе от ЭСМО, мы смогли расширить наше сотрудничество в азиатский регион. Мы на данный момент работаем с тремя популяционными регистрами – это Тайван, Корея и Япония. Здесь вы видите, что опять бремя варьируется, и вы видите, что приблизительно оно в рамках или в районе 20%. Это было очень важно для нас, не только для того, чтобы оценить влияние редких опухолей, но также для того, чтобы продемонстрировать, что все опухоли, редкие, которые были инфицированы в европейском регионе, они также, по большому счету, соответствуют контексту онкозаболеваний в других странах, как такие, как азиатские регионы и американский континент. Надо сказать, что редкие опухоли, они имеют разные эпидемиологические признаки, и несмотря на эти различия, это сотрудничество показало, что мы определяем редкие опухоли в европейском регионе достаточно корректно, потому что это полностью соотносится с международным контекстом в рамках нашего проекта сотрудничества. И надо сказать, что редкие опухоли вместе, они составляют приблизительно 200 вариантов, 200 разнообразных опухолей, и они наносят очень серьезное влияние на систему здравоохранения. И, безусловно, нам нужны исследования в области редких онкозаболеваний, потому что пациенты, их реальности очень сильно отличаются от тех, которые я вам только что продемонстрировала, потому что большинство редких опухолей, они действительно редко встречаются. Вот посмотрите, почти из 200 разнообразных опухолей 140 встречаются ниже, чем, у них инцидентность ниже, чем 0,5. Это означает, что для многих онкологов это действительно очень сложно определить их и их правильно диагностировать. И при этом из этих 140 разнообразных опухолей, очень редких опухолей, меньше, чем 0,5, это новое, вновь диагностированных случаев, и при этом общее количество диагностированных опухолей растет значимо. Вот здесь, здесь у нас, скорее всего, РМЖ, это колоректальный рак, это рак предстательной железы. Вот посмотрите, вот эти типы опухолей, они отвечают фактически за гораздо большее количество случаев, это в 10-20 раз. По сравнению с очень гетерогенной и очень сложной для выявления группой редких опухолей. То есть это очень сложно все клинически. Они очень сложны для диагностики, и надо помнить, что они крайне гетерогенны. И в довершение я могу сказать, что стоит сказать, что, к величайшему сожалению, когда мы пытаемся понять, каков же прогноз выживаемости этих пациентов с редкими опухолями, в большинстве случаев выживаемость будет меньше 50%. С эпидемиологической точки зрения мы говорим здесь об относительной выживаемости, которая, безусловно, должна интерпретироваться как опухольспецифическая выживаемость. Соответственно, это еще одна из причин. И действительно, это здесь является индикатором опухольспецифической летальности. Но надо сказать, что большинство этих редких опухолей все-таки соотносятся с очень низкой выживаемостью, меньше 50% пятилетней выживаемости. Это означает, что из той когорты, где мы выявляем редкие опухоли, меньше 50% будут живы через 5 лет. Соответственно, вот это пример еще одного исследования, которое проводилось в Европе. Надо сказать, что результаты также субоптимальные. У большинства исследований вот это опухоли головы и шеи. И вы видите, что здесь большое количество проблем, которые, во-первых, связаны с началом терапии, с качеством диагностических процедур, и также с качеством самой терапии, и с отсутствием каких-либо руководств, которые бы рекомендовали ту или иную терапию для этих опухолей. Также, как правило, это уже запущенные случаи, очень распространенные опухоли. И надо сказать, что, безусловно, есть моменты, связанные просто с качеством терапии для редких опухолей. И, в конце концов, если мы с вами сравним пятилетнюю выживаемость в разных странах Европы, то вы увидите, что красным цветом помечена средняя выживаемость по Европе. И, действительно, вариабельность очень большая в Европейском регионе, что четко нам показывает тот факт, что мы должны, прежде всего, думать о качестве предоставляемой помощи, о диагностике, об улучшении диагностических процедур этого типа опухоли. Итак, что же было предложено на данный момент? И каким образом на уровне Европы мы пытаемся справиться с этой проблемой? Потому что редкие опухоли – это очень хороший пример возможности сотрудничать на международном уровне. Несколько лет назад, четыре года назад, европейская сеть реферсных центров начала проект по междисциплинарной диагностике и также по сбору экспортного опыта, и они фактически установили 24 европейских центра как единая сеть, которая занималась редкими онкологическими заболеваниями. И я могу вам представить здесь три основных проекта, которые фактически занимаются этими проблемами. Это Еврокен, это Евроблоднет и Пяткен. И Евроблоднет – это центр, который занимается гипотологическими опухолями. И третий Юрокен – это центр, который занимается солидными взрослыми опухолями, которые включают 10 семей опухолей, редких опухолей, о которых я говорила ранее, которые я суммировала на одном из первых слайдов. Итак, вы видите, каким образом наша эпидемиологическая инициатива по идентификации и сотрудничеству по большому счету помогает нам. Во-первых, мы смогли определить и разделить семьи, и затем мы начали использовать эти семьи для того, чтобы запустить референсную сеть в системе здравоохранения на уровне всего европейского региона. И также я могу сказать, что это, по большому счету, хороший драйвер, который позволяет нам идентифицировать эти опухоли на более раннем этапе. Итак, я уже говорила о том, как этот проект был запущен. И надо сказать, что пациент прежде всего получает помощь от национальной системы здравоохранения, которая зачастую не имеет никакого опыта в лечении редких опухолей. И затем пациент, тем не менее, может попросить направление в эту специальную референсную сеть и таким образом получить доступ к тем людям, которые накопили гораздо больший опыт. И есть также клинические руководства. Это, так скажем, инструмент, который был разработан в Европейской комиссии. И фактически мы можем поделиться информацией и обсудить определенные случаи. И пациент, таким образом, получает тоже междисциплинарную помощь. Но надо сказать, что европейская референсная сеть также играет не только важную роль в сборе клинического опыта, но также имеет ряд дополнительных ролей, таких как разработка руководств, и исследовательская деятельность, и сбор инновационных, так скажем, знаний. Затем мы делимся знаниями и учим, обучаем наших коллег. Надо сказать, что мы прежде всего пытаемся набрать опыт, и мы пытаемся сделать нашу сеть ИРН успешной организацией во благо наших пациентов. Но прежде всего это наш опыт на уровне европейского региона, проблема заключается в том, что ИРН – это только европейская сеть, она работает на уровне Европы, только и на данный момент фактически 80 разнообразных систем здравоохранения участвуют в ней, и это абсолютно невозможно справиться с тем потоком пациентов и с пулом информации. И именно поэтому, когда был запущен регистр, мы фактически стали продвигать ту идею, что национальные инициативы, национальные сети, безусловно, должны также существовать, и они должны быть интегрированы в вот эту сеть ИРН, в единую европейскую сеть. Вот таким образом мы сможем помочь пациентам гораздо лучше. И в заключении я хотела бы сказать, что в контексте редких опухолей есть две основные рекомендации, которые были включены в 10 основных рекомендаций, и это прежде всего рекомендации по созданию сети в рамках здравоохранения для клинической помощи и также для проведения исследований в области редких опухолей. И недавно начался новый проект Starter, он также работает в контексте ИРН и изучает редкие опухоли, и я думаю, что это будет очень хорошим ресурсом для обогащения наших знаний в области редких опухолей. И с этим я благодарю вас за ваше внимание. Продолжение следует...